Всем привет! Я к вам с необычной новиночкой. У меня появился вот такой котофейчик. Очень долго мое вдохновение не хотело возвращаться. Начала три разные игрушки. Не получились они такими, как я планировала. Получилась какая-то ерунда. А потом, наконец-то, что-то щелкнуло в голове. И появилась идея вот на такого котенка. Очень он мне нравится. Такой плотненький, аккуратненький. Ножки, ручки на шплинтах. Ручки еще дополнительно на проволочке, чтобы лучше держали свою форму. Ножки без проволочек, но изгиб вот здесь связан. Ножка хорошо держит форму. Головушка поворотная. Шея тоже стоит. Шплинтовое крепление. Острые ушки. Неплохо держит свою форму. Мне нравится. Хвостик полосатенький. Тоже с проволочкой внутри. Кстати, это был еще такой эксперимент. Обычно я использую медную, либо алюминиевую проволоку. Она чаще всего продается в рукодельных магазинах. Но она очень мягкая. А здесь мне хотелось, чтобы получше держали форму и ручки, и хвостик. И я взяла стальную проволоку для флористики, которая и использовала ее. Мне понравилось. Очень-очень неплохо. Я еще прослежу, как она будет в эксплуатации себя вести. Но пока вроде как очень даже хорошо. Получается, что если брать алюминиевую проволоку, ее нужно брать в несколько сложений. Потому что она очень мягкая и форму держит не так хорошо. Остальная проволока, она более жесткая. Ее можно брать даже тоненькую в одно сложение. Смотрите, какая мордашка. Отличается от мордашек всех остальных моих малышей. Это что-то новенькое. И это мне, конечно, очень нравится. Такая чуть-чуть насупленная, с надутыми щечками. Класс! Суперский малыш. Я еще вам вставлю фотографии. Какой он фотогеничный. Работаю над мастер-классом. Скорее всего, уже через денечек, может через два, он будет полностью готов. Так что, если вы смотрите это видео где-нибудь числа 15-16 марта 2024 года или же где-то позже, то знайте, что мастер-класс уже готов. Ищите ссылочку в описании. Там она будет. Можно будет приобрести. С мастер-классом воюю чуть-чуть дольше, чем обычно. Потому что я вам еще готовлю видеоурок. Давненько у нас не было видеоуроков полезных, интересных. И вот еще один будет. Смотрите. Видите, животик беленький, серенькая спинка. И вот здесь очень аккуратный, очень красивый стык. И причем он прямой. Здесь вязание идет по кругу. Вы все прекрасно знаете, что при этом столбики сдвигаются постепенно в правую сторону. То есть, по сути, вот здесь должна быть косая линия на стыке между цветами. Но я тут разработала такой метод корректировки сдвига в левую сторону. Причем такого очень аккуратного, незаметного. И получается прямая линия. А при этом вязание обыкновенное, по кругу, все как полагается. Так что вот записываю вам урок. Дополнительно в этом уроке еще будет парочка лайфхаков. Во-первых, вот здесь при смене цвета, как ниточки между собой сменить. И еще, как спрятать вторую ниточку, чтобы она максимально была незаметная. Смотрите, мордочка чисто из белой ниточки связана. Внутри, естественно, никакой серой ниточки нет. Она там не нужна. Так что она максимально беленькая. Так что она максимально беленькая, насколько это возможно. А в животике, весь вот этот животик, там идет серая ниточка. Достаточно темная, как вы видите. И при этом она практически не просвечивается. Вживую, когда смотришь, вообще не видно, что там что-то внутри спрятано. Чуть-чуть такая какая-то тень есть. Где-то что-то мелькает, если под определенным уголком посмотреть. То есть где-то серая ниточка все-таки чуть-чуть просвечивается. Но вживую, когда смотришь на игрушечку, животик такой же беленький, как и мордочка. Этот способ спрятать ниточку, как ее держать, чтобы она меньше всего просвечивалась, я вам вот тоже хочу в уроке показать. Поэтому немножко задерживается мастер-класс. Без мастер-класса нет урока, без урока нет мастер-класса, все взаимосвязано. Поэтому мне нужно и видеоурок вам сделать, залить, и потом уже выкладывать мастер-класс, чтобы в него вставить ссылочку на этот урок, потому что без него вязать котенка будет очень неудобно. Так что вот. Но уже почти все готово. Для бустеров я уже первичную версию урока залила. Так что тем, кто меня поддерживает немножко финансово, урок уже доступен. На YouTube он тоже будет, не переживайте, бесплатно доступен для всех. Единственное, он будет в более такой сжатой форме, кратко, с субтитрами, все как обычно. Но он тоже будет, не волнуйтесь. Просто еще вот пару денечков подождите. Я очень довольна этим малышом. Очень рада, что он у меня появился. Я видела, что в соцсетях он вам тоже очень-очень понравился. Это очень радостно. Так что вот такое пополнение коллекции моих малышей. Получается он 101-й. Начинаем вторую сотню. Хорошее начало. Вот его малыш такой. Очаровашка. Вот такие дела, ребята. Так что порадуйтесь за меня. И ждите обязательно и новый урок. Очень полезный и нужный для всех, кто любит вязать крючком. И мастер-класс на котенка. Все, всем пока. Я побежала дальше работать. Продолжение следует...